хочу все знать выдающиеся растения дорогие товарищи дети дорогие товарищи взрослые всем прекрасного доброго дня здравствуйте это программа хочу все знать денис николаев здравствуйте добрый день на алексей алексеевич веселкин цикл удивительные растения у нас в гостях дарья агаркова биолог популяризатор науки преподаватель школы развития маяк добрый день да у нас мы сегодня отмечаем день хочу все хочу все знаний вот как то так у нас все знания где день знаний у нас 1 у нас день хочу все знания вот так что мы вас поздравляем как тоже спасибо старого хочу все знаете заслуженного да пора раздавать уже название завариваю все знают народный хочу все знает и народный и народный хочу все и такие тоже были к сожалению был день не задержались в нашей программе. Поэтому инородные. Так, гинг, он гинг гобелоба. Гинг гобелоба. Почему мезозойский реликт называют серебристым абрикосом? Вообще гинго это удивительное растение. И если посмотреть на старый... Простите, сейчас я должен это сказать. Дикая собака гинго. Заметьте, я помолчал, Денис. Я услышал ваш призыв взять удар на себя. У меня всплывать стол и собака это сразу. Дикая собака гинго. Или динго белова. Или динго по имени гинго. Так вот. Если посмотреть на старые деревья гинго, то они, наверное, настолько же сказочные, как и наши старые дубы. Которые появляются в сказках, по которым ходят ученые коты. Да-да-да. И старое дерево гинго это высокое дерево лес, можно так сказать, потому что у него основной ствол может быть большим, там, около метра. И от него прямо у земли будут отходить боковые стволы, которые тоже довольно крупные. Они могут размером быть там с бочку. А от него, от этих бочек, да, шириной, будут сходить еще вторичные веточки, там, но величиной уже там с березку. Все это дело растет вверх. Такой большой раскидистый. Бабаб какой-то. Да-да-да, раскидистый кроный. Более того, некоторые веточки гинго начинают расти не вверх, а вниз. Ну, как будто перепутали. Сумасшедший. Да, но на самом деле... Подождите, секундочку, подождите. Все расти должно вверх. Да, ну, кроны дерева растет вверх, да, а некоторые ветки начинают расти вниз, и похожи либо на сталактиты, либо кто-то их сравнивает. А как они свисают-то? С веток прямо, они вот, ну... С других веток. Да-да-да-да, вниз растут. Она так накремилась просто, как коромысло. Не накремилась, как коромысло, а скорее, знаете, как отращивает ногу себе. Потому что, собственно, эта задачка у таких веток будет. То есть они достигнут земли и будут подпорками. И будут не давать дереву пасть. Да-да-да. Вот. Это... То есть, если посмотреть действительно на старые, даже старинные деревья гинга, можно заподозрить, да, или ожидать, что там в ветвях сидит какая-нибудь русалочка, или там птеродактиль притаился. Потому что... Возникает такое ощущение, такое нереальности, сказочности. Да, сказочность. Это как бамбук вылез. А вот он, подождите, а вот если она дошла и поддерживает, дошла до земли, поддерживает, значит, ветвь, а она в землю будет врастать? Ну, она будет, да, она будет врастать и поддерживать, как подпорки, как ножки у стола. Не-не, это мы поняли с Денисом Венчим. Я просто имею в виду, если она дошла до земли, она корень будет пускать в землю или нет? Может, придаточный, я думаю. Более того, если посмотреть на дерево гинго поближе, на листья посмотреть, то вы увидите, что они тоже имеют очень необычную форму. Их сравнивают с японскими веерами. Они такие двухлопастные, действительно на веер похожи, но разделены посередине на две части. Некоторые сравнивают их... Веер такой. Да, 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 да. С веерами. При этом в Японии это дерево называется итё, что переводится как утиные лапки. Итё? Итё. Итё? Вы опоздали на работу. Итё. 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 Нитё. Итё. Утиные лапки собственно тоже за то, что листики похожи на утиные лапки. А мне эти листики напомнили копыта верблюда. Тоже вот за их такую двулопастную форму. Копытность. Да, за их копытность. Они крупные вообще листы? Крупные. Крупные, да, да, да. Крупняк, да? Да. То есть они, ну, наверное, у крупного дерева, я фотографию рассматриваю сейчас, но некоторые прям лицо, наверное, человеческое могут закрыть. Могут, могут, да. Но у них немножко разные сорта бывают. Где-то листья поменьше, где-то побольше. А про листья, я думал, про лица. У вас лицо не сортовое. А такие бывают, кстати говоря, Денис Ильич. Бывают, конечно. Ну, разные же лица-то бывают. Такие вот годятся лица, такие нет. Вот в кино-то, например, понимаете? Особенно групповку, когда набирают, даже люди, которые не говорят там ничего в кадре, их надо показывать. То есть так камера идёт панорамой, и там вот набирают таких людей, чтобы соответствовали. Хорошо, давайте дальше. Вот. Смотрим на листья ближе. Да, форму посмотрели. Смотрим на то, как у них идёт желкование, да, как сосуды по листу проходят. И мы увидим тоже, они нестандартные для большинства растений с листьями, которые мы знаем, потому что ветвеление у них дихотомическое. Это что значит? Вот если мы берём лист дуба, например, или клёна, мы на него смотрим, и у него есть какая-то главная жилка, и от неё отходят боковые, более маленькие. А дихотомическое ветвление, это просто идёт жилка, и в какой-то точке она делится на две одинаковые. А, и всё. Потом каждая из них в какой-то точке делится на две одинаковые. Вот как... Даже не знаю, как алгоритмы иногда рисуют. Да, да, да. Вот. Когда каждая часть... Ровно-ровно пополам. Ровно-ровно пополам. Да, да, да. Это называется дихотомическое ветвление. И самое, наверное, в них необычное, это при всём том, что они всё-таки похожи на лиственные деревья, на те, которые нам известны, они являются голосеменными. Так. Это что значит? Голосеменные, которые известны нам в основном, это хвойные. Вот ёлки, пихты, сосны. Голосеменные, значит, зерно это выпадает, оно голое. Оно из шишек бывает. Оно да, 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 да. Ну, у хвойных шишки образуются, действительно. И в шишках семя лежит как бы без плода. Просто без семя. Да, без плода. А, плода нет. Плода нет. Да. И гинговые, они тоже являются голосеменными, плода у них нет. У них семя. Сорвать и съесть нечего. Есть. Семя. Ну, оно большое, потому что. Оно, да, оно большое. Более того, вот сейчас совсем всех запутаю, оно похоже на абрикос. И, собственно, само название гинга, это переводится вот на русский язык как серебристый абрикос. Гин серебристый? Иго там рядом с абрикосом, там либо фрукт, либо абрикос. А что же язык-то вы переводите, с какого языка, как это переводится-то? Вы говорите, переводят гин, это серебристый. Сильвер серебристый? По-моему, с латинского. Я подозреваю. В 1712 году Кемфер, голландский натуралист, работал в Японии при посольстве и вот увидел это растение, назвал его гинга как серебристый абрикос. При этом в Японии никто не понимал этого названия, они называли по-другому это растение. Собственно, итё. Итё. Да-да-да. Мне нравятся вот такие названия, кстати, Игорь. Итё. Итё. И, собственно, уже потом в 1797 году Линей ввел гинга-белоба в классификацию официальную. Хотя тут тоже не все так просто, потому что именно в этот же год другой учёный, английский ботаник, назвал по-другому это растение. И в Англии можно встретить гинга под другим названием, полностью запутаться. Ама уже. Да-да-да-да-да. Вот. Итак, голосеменное. При этом семена похожи на плоды. То есть они снаружи сочные, мягенькие такие. У них внешняя оболочка мягенькая, а потом идёт прочная, как орешек. Вот. И легко и просто перепутать с плодом. Более того, многие сайты, да, где будете смотреть про гинга, описание. Нет-нет, да и встретится. Плод гинга. Белоба с латыни. Двулопастный. Двулопастный, да. А вот гинга, так я пока не могу, ну, гин-г-ко, никак не могу найти перевод. Когда пытаешься с латыни перевести, он просто переводит его как гин-г-ко. Можно попробовать по-английски ввести. Пробовал. То же самое. То же самое. Да. Ну, я продолжу изыскание. Да-да-да. На монгольском попробуйте ввести. Не обучен. Вот. Соответственно, можно легко, я сама сейчас себя специально останавливаю, чтобы не назвать семена гинга плодами, потому что действительно внешне похоже. И внешне они действительно похожи на такой чуть-чуть сморщенный абрикос с таким серебристым налётом. То есть они такого желтовато-оранжевого, янтарного такого цвета, но у них серебристый налёт. При этом вот эта внешняя часть плода имеет очень неприятный запах прогорклого масла. И с этим связана любопытная история. У меня однокурсница, когда мы учились в институте, однокурсница долго жила в Японии и училась там в школе. И школа проходила через сад, в котором было много гинга, прямо над дорогой. И она говорила, когда гинга созревали и начинали семена падать, надо было идти очень осторожно, потому что если наступить в это семя, то потом весь день запах прогорклого масла будет с тобой. Кошмар какой. Не так страшно, в общем, в принципе. При этом, если их от внешней оболочки очистить, то, в принципе, их употребляли в пищу, до сих пор употребляют в пищу, используются там в китайской медицине, семена, да, вот гинго-белопа. Более того, какое-то время в Китае эти семена были как деньги. То есть ими можно было обмениваться на какие-то значимые вещи, ну, действительно использовать как деньги. Мне эта история напомнила то, как вот в детстве дети собирают листья с растений и используют как деньги. Вот, ну, играют. Ну, это дети, а это кто были? Да, а дети взрослые. А это когда было? Да-да, ну, это примерно VI век нашей эры. Там вот, где-то там рядом, VI веком. А где, в какой местности это? Китай. А, в Китае. Странно, вообще, в Китае это. Вот. У них деньги были, ну, ладно. А вы знаете, кстати говоря, в Китае почему-то деньги, когда монетки появились, там дырочка в середине. Я знаю. Ну, вы-то знаете, вы же китаец. В смысле, новая. Около китаец. Да-да, а давайте ученого спросим, просто ради интереса. Вот для чего там дырочка в деньгах, в монетках? Я бы сказала, что учебная. Учебная монетка? Да. Нет, нет, настоящая дырочка. А там в середине дырочка. Квадратная обычно. Может быть, для веса, ну, чтобы вес как-то... Уменьшить? Нормировать, чтобы одинаковый вес. Нет, нет, нет. Или чтобы носить, как бусы. Да, ну, не как бусы, а просто носить. Ну, не как бусы, просто носить. Весь кошелька туда, на веревочке. Они, короче говоря, нанизаны были. Монетки эти. На веревочку. Ну, что? Еще раз про гинго, еще про его особенности. Потому что мы поговорили про старые деревья. И гинго является, наверное, одним из самых долгоживущих растений на Земле. Но реликтовое. Оно реликтовое с точки зрения того, что оно произошло давно. То есть, по последним данным, гинговые первые, они старше динозавров примерно на 50 миллионов лет. Старше динозавров? Да, да. Ничего себе. То есть, как бы нормальная история, увидеть птеродактиля в ветвях гинго, так кто-то видел. И более того, там порядка 100 миллионов лет назад гинговые росли очень широко. И в том числе в Сибири у нас были гинговые. И вполне возможно, что там во время листопада гинговые листопадные, они желтеют и опадают. И вполне возможно, что вот 100 миллионов лет назад у нас покров, вот как сейчас, там клеоны, дубы, был полностью из гинговых. Да, да, да. Вот. Но и они самые долгоживущие растения сейчас. То есть, существуют растения, которым полторы тысячи лет, две тысячи лет. Это сложно достаточно проверить, потому что, понятное дело, что основной ствол, с чего всё начиналось, за две тысячи лет, понятно, весь разрушится. И время жизни гинга, конкретного растения, определяют по ширине вот этого вот, грубо говоря, леса всего вместе и средней скорости прироста. И обратным как бы подсчётом говорят, что вот этому дереву примерно две тысячи лет. Дарья, а с чем сравнить можно это дерево? Вот вы говорите, две тысячи лет, а что с ним может сравниться? Секвоя, наверное. Секвоя? Секвоя, да. Абаубаб? Нет, это он только в Усоцкого. Ну да, абаубабы поменьше живут. Ну, в принципе, вот гинга, оно занимает сейчас первые строки по долгожительству. Ну, понятно, что как бы их возраст, он может сравниваться с нашим календарём. Ну, Баубабы вроде тысячу лет вот примерно. Ну, много, да, много, да, да. Ну, споры идут, потому что у Баубабы колец нету, там тоже непонятно, как считать. Ну, тоже, наверное, по диаметру и среднему темпу прироста, учитывая изменения климатические какие-то. А есть какая-то зависимость от величины дерева? Например, Баубаба, как огромное дерево, и вот эта прекрасная... Гинга. Тихая собака-гинга. Оно большое вообще, дерево само по себе? Оно может достигать высоты 40 метров и до 4,5 метров в ширину быть. 40 метров – это много. 40 метров – это много, но не максимум. То есть это высокое. Я понимаю, но всё равно оно большое. Это вот, если сравнить, ну, наверное, это 10-этажный дом. Да. Как-то так. Приблизительно, да, 10-12 этажей. 10 этажей. Ну, как раз, да, на 10 этажей примерно вода более-менее легко доставляется. А, вот, кстати говоря, это необходимо, да, то есть для того, чтобы дерево существовало, вода должна дойти до самой макушки. Конечно, да, да, но у деревьев есть множество механизмов, которые это обеспечивают, помимо... Курьеры. Да, да, да. Маленькие едут по стволам дерева. Нет, ну, просто это любопытно. Мы же забываем, что большое дерево, действительно, ему нужно много воды. Вот и нам пришло время попить перемена. Дорогие товарищи дети, дорогие товарищи взрослые, еще раз всем прекрасного доброго дня. На программе «Хочу все знать». Денис Николаев, Денис Евгеньевич, здрасте. Здравствуйте. Добрый день. Алексей Алексеевич Веселкин. Мы, как сегодня, заслуженные гинкобелобисты. Исследователи гинкобелобы помогают нам разбираться в этом мезозойском реликте. Дарья Агаркова, биолог, популяризатор науки, преподаватель школы развития «Маяк». Ну, продолжаем все. Продолжаем, да. Грызть косточку. Мы чуть-чуть заглянули в прошлое, да, и узнали, как гинго, собственно, что он старше динозавров. Какая удачная, получается, эволюционная ветвь, раз столько лет держится. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, у гинго сейчас только один вид, собственно, гинго-белоба, а их было много. А сейчас гинго единственный представитель целого рода. Как это? Класс? Нет? Класс. Сейчас выясним. Класс, по-моему, класс, да. Нет, семья гинго. Гинго-белоба. Гингоевые, а род гинго. Да, род гинго. Рода, рода, да. Соответственно, относится к голосеменным. Есть в этом такое, что его расцвет как бы был в прошлом, ну, где-то вот 100 миллионов лет назад, и он потихонечку начал вымирать, и сейчас как бы родиной современного гинго считается Китай. Вот. Ну, тем не менее, он распространён в Китае, в Японии. В Европе про него узнали уже, ну, относительно недавно, то есть это были уже какие-то там 18 века. Его завезли в Европу, причём если посмотреть сказки, там, легенды о том, как гинго появился в странах, то вы услышите примерно одинаковые, что последние пять семян гинго были куплены у пьяного английского садовника, так говорят во Франции, так говорят в других странах Европы. И когда вот в эти легенды углубиться, будет создано впечатление, что за всю популяцию гинго в Европе ответственны пьяные английские садовники. Вот. И сейчас гинго, в принципе, снова начинает уже так довольно уверенно распространяться по миру. Его используют как декоративное растение, им засаживают, собственно, Англию, США. Да, и у нас, вот, пожалуйста, высота растения 3 сантиметра, стоимость 448 рублей. Да, 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 как декоративное растение. И он, так я понимаю, морозустойчивый. Он, да, он за вот свою длительную эволюцию, он развил колоссальное количество защит от внешнего мира. Он морозустойчив, вот это, кстати, узнали недавно, потому что до этого он был в основном в тёплых странах, ну, современные, да, не реликтовые виды, не вымершие, а вот современные. Он в основном в тёплых странах был, и, в общем-то, про морозоустойчивость ничего не говорилось, но сейчас он спокойно переживает московские зимы, например. Вот. Потом он устойчив к загрязнениям воздуха, в том числе и к загрязнениям городов, да, вызваны. Если он пережил, как это, дожил вот со времён динозавров и раньше, то вот чего он только в атмосфере, чем он только не дышал? Несколько деревьев гинго пережили атомные бомбы в Японии. В Японии, да, 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 там прям буквально там пара километров от взрыва деревья. Ещё продолжают расти, да? Да, 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 продолжают расти. Ну, я не думаю, что они прям продолжают расти, может быть, их там как-то убрали, но то, что они выжили и росли какое-то время, да, есть такое. Вот. И, соответственно, в гинго есть огромное количество активных веществ, благодаря которым, за которые гинго использовалось, во-первых, в китайской медицине, а, во-вторых, сейчас входят в добавки, в пищевые добавки для, вот, как говорится, против всего. Подождите, поподробнее, что есть против всего. Кожура, это что ли, листья надо что есть, жевать корни. Экстракты, экстракты из листьев и разные виды приготовления семян. Там жареные, варёные. Семечки? Да-да-да, как-то из них экстракты тоже делают, вот, но суть в том, что их распространяют, да, сейчас. Это одна из самых продающихся вообще добавок в пищу, это экстракт гинго. Его позиционируют как противовоспалительное, там, антиоксиданты есть, там, для улучшения памяти, для избавления от шума в ушах и головной боли, как профилактика развития всяких болезней типа Альцгеймера и других нарушений, ну, пульсов мозга. А это правда? Или потому что написать можно все что угодно? Сейчас все-все-все расскажу. Вот, там, что еще не сказала, на сосуды, да, против, для работы сердца и сосудов лучший эффект, при справлении со стрессом, да, как вот такое, как успокаивающее действие. Вот, и действительно он сейчас заполонил, скажем так, и магазины, и продается очень активно, но при этом, при этом, с точки зрения доказательной медицины, у него как раз очень, не ноль, очень такие противоречивые доказательства. То есть, с одной стороны, довольно много исследований показывают, что действительно при сочетании с другими лекарствами экстракт гингобилоба может приводить к улучшениям когнитивных, ну, то есть, функций мозга при развитии Альцгеймера, например, да, при нарушениях уже при Альцгеймера. Но при этом доказательств того, что это помогает в профилактике, нету. Вот, по сердечно-сосудистым заболеваниям тоже, как бы, некоторые статьи говорят о том, что есть эффект, другие статьи говорят, что нет эффекта. И когда собирают много статей вместе, так называемый метаанализ, когда ученые пытаются найти все статьи, там, по определенному вопросу и узнать, как бы, общий эффект, типа, во сколько их получилось, во сколько их не получилось, какая величина вообще воздействия. И вот тут данные очень противоречивые, потому что, в общем-то, никаких значимых нету. Вот. Более того, в 2018 году, ну и дальше, ученые озадачивались тем, что гинго широко применяется людьми, и часто применение длительное, и начали исследовать на вред. И, в общем-то, обнаружили, что гинго может быть токсичным, в том числе, благодаря тому, что у него действительно много активных веществ. Да, не сказал, да, там, по механизмам, там, есть действительно действие на сосуды. Он немножко разжижает кровь, он может оказывать такое, ну, как говорят, тонизирующее действие на сосуды, но это так хорошо звучит. Вот при этом при употреблении часто, без назначения врача, без объективных причин для этого, это может приводить к побочным эффектам в виде, например, кровотечений. Да, то есть слишком хорошее кровообращение – это тоже не очень хорошо. Так, то есть вердикт какой? Вердикт такой, что гинго, по всей вероятности, действительно содержит рабочие компоненты, действительно работает, действительно можно применять в каких-то терапиях. У мышей, например, он может снижать уровень стресса. Ну, конечно, посмотрел на зелень и снижался. И всё, и нормально уже, вся мышь чувствует себя хорошо. Употребление как именно экстракта. Экстракт, да, обрызло на орехах, и всё нормально. Но при этом употреблять как пищевую добавку, возможно, не нужно, да, без консультации врача на эту тему, потому что… Самолечение плохо. Да, 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 и потому что данных действительно много, они противоречивы, и врач должен разобраться, в каком конкретном случае экстракт гинго будет иметь смысл, а в каких может быть опасен. А зачем вообще вот эти, приучать нас к этим добавкам, если есть хорошо действующие рабочие формулы? Да, укроп, таблетка, вода. Сама по себе работает. Из-за того, что это необычно. Видите, нам рассказали, что птеродактиль там сидел на этом дыре, высидел там что-то. На укропе птеродактиль не сидел. Ну, тут еще такая вещь, смотрите, чтобы выпустить таблетку на рынок, проходит очень много стадий испытаний ее, там, прямо клинические испытания. Сначала в пробирках химически показывают, как она может действовать, там, потом, может быть, там, на животных или на линиях клеток. И только потом выходят аккуратно на люди и очень высокие требования к проведению таких исследований. А когда говорят про пищевые добавки, то речь идет обычно о чем-то либо знакомым нам, либо знакомым другим культурам, которые ели там на протяжении многих-многих-многих лет. Вот. И, как бы, с одной стороны, это проще воспринять человеку, да, там, ну, добавлять укроп или добавлять активное вещество из укропа. И вот как-то зачем, если вот можно съесть укроп? И все. И мы его едим, и все хорошо. То же самое с какими-то растительными, да, добавками. Вот. Плюс пищевые активные добавки, вот БАДы, они, у них меньше требований к выходу на рынок. Им легче выйти на рынок. Кошмар какой. Ладно, давайте это отдельная тема. Да, да, да. Кстати, Денис Евгеньевич, правда ведь? Что еще? Интересно, интересно. Надо разобраться это отдельно. Выдающееся растение. Товарищи. Да, товарищи. А я разобрался, наконец-таки. Так, прошу. Полез искать, откуда появилось название. Действительно, серебряный абрикос, гин, иероглиф, это серебро. Причем это иероглиф, который попал в японский язык из китайского. В китайском это звучит как инь. Инь. То есть серебро. А вот слово абрикос, киоко, оно звучит. И, скорее всего, тот товарищ, который описывал его, ошибся, записал как-нибудь там гин, кио или гин, киоко. И потом на гэ переделал. Перепутал свой собственный почерк. И поэтому у нас появилось три подряд одинаковых, три подряд согласных в названии. Вот это вот невыговариваемо. Мне кажется, не для какого вообще языка это. Нет, во вьетнамском много там таких. Но там сербский. Нет, у них, Алексей Алексеевич, во вьетнамских, у них через носоглотку такие, ну, как вот. А я сейчас через носоглотку, чем ног сейчас могу. Но у них нету сочетания кы-гы вот такого. У них просто, ну, они... А в сербском нету такого? В сербском. У них просто гласные пропущены. Забывают. Язык, это тот, в котором кто-то украл все гласные. Ну, чтобы быстрее говорить, кстати говоря. Сказал так. Продачь. Да, вот правильно, вот так, кстати. Продачь. Время будет поджимать. Продачь. Продачь. И Линей, получается, просто оставил эту ошибку. Ну да, и все прижилось. А, сейчас... Да. А, ой, Дарья, а у вас, конечно... Звучит как доктор. Да, доктор. Доктор. И все, видите, как хорошо. Я себе представлю, сейчас кто-то включает. А тут такое происходит. Так, все, серебряный абрикос. Гинкобелум. Серебряный абрикос. Голосеменное растение, в котором очень много разных активных веществ. И вот мы поговорили, да, про его использование в медицине и о том, что просто так, да, там, услышав о том, что Гинга обладает тысячей и одним прекрасными свойствами на память, на настроение, на сердечно-сосудистую систему и на все подряд. Там, противовирусную активность ему тоже приписывают. Но не надо вбежать там в магазины и покупать. Нужно тогда уж идти ко врачу и спрашивать, нужно вам или не нужно. При этом Гинга очень широко используется в косметологии. Его часто добавляют. Чтобы бело бы с утра было свежее. И чтобы бело бы не было, потому что Гинга обладает еще любопытной особенностью, скажем так, борьбы с пигментными пятнами. Ух ты. И это было показано в экспериментах. Не очень много этих экспериментов, поэтому так тоже на это смотрят с опаской, но все-таки есть. И было показано, что, например, при Витилиго, это когда действительно нарушается пигментация кожи и идет неравномерность окраски, то ее распространение останавливается. Хотя бы останавливается. И, соответственно, плюс Гинга обладает небольшим защитным действием от солнца. То есть его можно использовать, если под рукой нет более подходящего. Более подходящего, да-да-да. Ну что, спасибо большое. С бело бы и познакомились. У нас в гостях сегодня была Дарья Агаркова, биолог, популяризатор науки, преподаватель школы развития «Маяк». Остается всем еще раз всех поздравить с днем «Хочу все знать», с которым мы сегодня праздновали. И напомнить, что в субботу и в воскресенье, в наступающем... Подождите, в наступающем учебном году не забудьте включить «Маяк». Смяли Денису Евгеньевичу, наверное, громко было бы это. Давайте еще раз. В субботу и в воскресенье, в наступающем учебном году... Не забудьте включить «Маяк» детям. Для тренироваться нам, для тренироваться нам.